Здравствуйте! После небольшого перерыва мы возвращаемся наконец к Сириус М2 и к боссу эпизода Элиниера. И это вот такой вот розовый дракончик или фиолетовый, как посмотреть. И этот бой, честно говоря, странный. Но тем не менее здесь играет музыка из классического Сириус М. Также нам дают вот такие вот кроссовки, которые нам позволяют высоко прыгать. И благо в этой игре возможно управление персонажем в воздухе. Ой-ой-ой! Странное случилось. Ладно. Тем не менее в этой видеоигре мы можем управлять персонажем в воздухе, что очень удобно. Жаль, что не во всех видеоиграх это предусмотрено. Или оставлено в виде отдельной руны. Тем не менее, что нам тут нужно сделать? Нам нужно собрать для вот этого арбалета боеприпасы. Сесть из-за него и атаковать дракона. Проблема в том, что они достаточно долго летят и нужно предугадывать движение дракона, чтобы попасть в него. В основном вот так вот. Получается его ранить весьма успешно. Вот так. Ботинки еще должны дослужить. Заберем вот эти вот штуки и возьмем новые. Благо они респаунятся в центре. Да, это, в принципе, все, что мы здесь делаем. А, он все буянет. Я поэтому и называю его странным. Не то, чтобы он совсем скучный, но... Иногда позевывать приходится, к сожалению. Обычным оружием его не убить. Как вы видите. Только вот этим вот арбалетом, поэтому приходится постоянно скакать по арене. Что довольно занятно, к слову. Мне тут нравится, как это реализовано. Вроде как это единственный уровень, если не ошибаюсь, где такое возможно, в принципе. Я полагаю, это было сделано в целях разнообразия. Был... Да, кстати, арбалеты уничтожаются. Драконам приходится менять местоположение. Благо появляются новые. Ну и нам по пути. Соберем побольше стрел. Так вот, я полагаю, это было сделано исключительно с целью разнообразить бои. Потому что... Каждая битва с боссом Сириусом по-своему уникальна. И это, по сути... Повернись, пожалуйста. Спасибо. И это, по сути, эксперимент такой. Упс. Я не обратил внимания на то, что стрелы у нас кончились. Да, может быть, эксперимент не самый удачный, но... Тем не менее, ребят старались что-то придумать. Помимо того, что... Стреляй, пока оно не умрёшь. Ну, тем не менее, да. Продолжаем... Распрыгивать. Так и аравийский архар. Поэтому парящему острову... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я не знаю, что случилось. Кажется, я врезался в дракона. Или он в меня, неважно. Кажется, уровень меня наказал за то, что я его считал скучным. Немножко экшена всё-таки здесь есть. При странных обстоятельствах. Он, видимо, вот так же застрял тогда. В окружении. Пытаясь меня поймать. Ну, вот эти вот распрыги, они... В моих глазах оправдывают этот уровень. Это достаточно весело. Ему осталось немного. Эх, буквально одна стрела. Перезарядим ботиночки. В таком случае возьмём стрелу ещё. Вроде как одна оставалась. На случай, если... Хорошо, что я её взял. И всё. И это весь босс. Который даёт нам последний кусок медальона. Для геймплея он ничего не значит, конечно. Но хорошо, что он у нас есть. Он симпатичный. И да. Но это босс. Эпизоды Эллинир. Ничего особенного абсолютно. Интересный эксперимент. Не то, чтобы это всё интересно играется. Опять же. Концепция занятная. Но реализация такая себе. Тем не менее, опять же, ничего плохого просто. Какой-то... Быстро босс пробегается. Сложности никого не возникает. Если, конечно, нонсенс не случается, как... Дракон у меня вырезался. Ну, или вы случайно упадёте с острова. И так далее. Потому что упасть здесь можно. Причём насмерть. Тогда... Следующий эпизод будет на военных базах. Каких-то менталовских. Я не особо помню. Как они там называются. И там бои достаточно красочные. Насколько я помню. Бои там очень весёлые. Да, я очень жду следующего эпизода. Надеюсь, вы тоже. Тем не менее, на этом сегодня всё. Спасибо большое за просмотр. И всего доброго.